всем привет 19 год январь конец будем сегодня эксперимент проводить у нас 20 градусов поэтому эксперимент на выживание условиях изменения климата берем с собой цифровой фотоаппарат батарейку сейчас я заряжу сумка домки который я рассказывал в ней у нас будет релекорд 34 года посмотрим как его завтра справиться из фанометр цирновск будем замерять им с батарейкой ну и камеру которую буду снимать не знаю сколько хватит батарейка в тепле содержит снимать будем на пилфорд 400 сегодня светло в принципе можно полтинником снимать при 400 вот и кто выживет заряжать все будем там условия максимально приближенных боевым какая сегодня красота 20 градусов мороз солнце что нужно еще абсолютное безветрия никаких движений мы пойдем через речку и что-нибудь там поснимаем посмотрим что получится ну что ж мои дорогие как вы видите я пришел в лес солнышко то выходит то входит здесь достаточно много мы пейзажа красивых сегодня поснимаем на пленку поснимаем в контровом свете против солнца кому будет интересно можете посмотреть что у нас получится все выложим во фликер посмотрим на реакции людей сейчас 20 градусов в лесу немножко теплее градусов 17 но все равно уж аккумуляторы сядут так что придется потом пользоваться тем чего будет работать но пока мы будем искать объекта нашей съемки как всегда надеюсь что нибудь найдем хорошее ну что ж мои дорогие сигма аккумулятор окончательно умер я не знаю сколько ну кадров 30 на 40 сделал особо так не прятал под одежду солнце ветра нет сейчас будем заниматься механикой будем снимать роликордом зарядим его зарядку они буду показывать но освещенность вы увидите еще нас великолепно небо голубое контрастные тени соответственно мягко рисующий объектив не контрастный триатар посмотрим что из этого выйдет я вышел из зоны где там какое-то людское движение ближе к лахте уже и соответственно надеюсь что не успеет замерзнуть камера я что-то вам покажу еще пару кадров сделал обращаю ваше внимание ну вот у меня перчатки эти поскольку камера металлическая очень холодная можно не пользоваться перчатках это вам еще одно преимущество и практически никуда не прятал что она в этом состоянии затвор и низкой температуре работает много интересного конечно можно найти в лесу не знаю сколько стоит хватит батарейки в этой камере но пока вот пока работает прошли где-то километра в пару смотрим что дальше будет куда мы выйдем контровой свет я сделал несколько фотографий через деревья тут принципе хорошо видно при контровом свете важен объект который между вами и солнцем если это мелкие какие-то детали может быть это не так будет выразительно если это какие-то крупные арки вот если говорить про пейзажную съемку видите какое интересное здесь поближе поднесу ну вот ведь красивый снег большой сугроб в контровом свете это можно снимать соответственно мы можем прямо при вас это повторить я пользовался кстати перчатках здесь есть откидная вот такая линза всех роли флексах роли кордых большинство модели это существует если нужно точно навести и у вас сложности с этим откинуть линзу соответственно вести по линзе здесь достаточно все легко поэтому я могу и так навести если мне требуется какая хорошая веселая на хате похоже то хоть и да нет на маленькая я вижу что маленький они умные собаки ну вот объекты эти разные всем разные крупные планы вещь хорошая конечно преимущество как раз старой оптики в том что и мелкие планы могут работать отлично поэтому приверженцы просветленной оптики я про это постоянно говорю стоит попробовать рекомендую всем не просветленную оптику в разных условиях можете цветной пленкой я просто люблю черно-белую или слайд слайда пока не заряжал но я думаю что к этому все придем ну вот такое сегодня у нас прогулка эти лес повалился весь большой никто не убирает но зато есть поле для творчества для съемки какие-то варианты можно найти точку сейчас попробую достать еще цифровую камеру может быть она отогрелась немножко но я думаю что вы все поняли при таких условиях механика пленка если какие то даже у вас специальное зарядное устройство но не факт что будет работать эта штука вот на морозе и все как бы все в порядке пишите комментарии кому интересно если кому-то интересно то чем я занимаюсь я ни в коем случае не стараюсь кого-то учить ну просто интересно мне чем-то заниматься я соответственно что-то делаю сейчас попробуем найти здесь точку где будем снимать ну я об этом видео записывал как искать точки что они сами находят достаточно погрузиться в нормальное состояние попробуем попытки реанимировать сигму велик неудачи нашел я отлично здесь план великолепный контровой свет и здесь и мелкие детали и крупные детали но вообще такое интересное место так что попробуем сейчас все это запечатлеть на реле корт собачка мне тут немножко таки приходится снимать можем даже под закрыться спрашивали меня тут по поводу реальности диафрагмы 32 на этой технике это реально абсолютно диафрагмы 32 она здесь есть я снимаю на 22 ну давайте на 32 снимем раз уж народ спросит хочет увидеть что получится глубина большая будет поэтому особо сильно наводиться не нужно затронули все очень тихо кадр есть не забываем перематывать в этих оплатах аппаратах можно сделать двойную экспозицию но сейчас я поставил да попробуем сейчас качестве примера сделать двойную экспозицию на цифровых камерах пока это насколько я знаю не реализовано может быть конечно какой-то вариант существует но я не встречал сейчас это очень популярно дело двойной экспозиции может быть что-то одно с таким темным фоном ярким фоном пейзажной съемки это тоже можно применять отличное место тишина просто тишина больше ничего не нужно есть такая техника придумана очень давно великим ситхархи буддой это она панасати техника осознавание дыхания интересно на тем что она не только работает сидячем положении вы можете двигаться равномерно с какой-то скорости без ускорений техника великолепно и для пробуждения я сам ее испытал ее действие 10 лет назад сильнейший рекомендую при поиске сюжета очень помогает мой дисплей выключился батарейка села на пульте управления поэтому дальше придется снимать как-то по-другому камеру сейчас сниму со штатива ну в принципе видели все весь процесс думаю что кому-то понравится и будет интересно но все-таки нашел я объект издалека его заметил погрузился в это состояние великолепная вещь и здесь и планов много сейчас солнышко выйдет попробуем успеть все это снять похоже на некое что немножко прикрыться придется потому что солнышко уходит на быстро в этом кстати тоже преимущество ну еще кадры есть у нас так что поснимаем еще вот наш сегодняшний герой рекорд тридцать четвертый год с театаром мы испытываем сегодня новый ремешок хлопчатая бумажа на морозе кстати очень тепло снять ну и сумка домки которые показывал именно из хлопка который подувается никаких сегодня проблем с каким-то запотеванием я не обнаружил как бы да в принципе не будет с этой сумкой никогда подойдем поближе вы увидите что этот объект все-таки отличается того что получится на кадре обычное дерево перевернутая ну в этом кстати прерези мне у пейзажа вы можете обнаружить объекты которые внезапно перед вами возникнут ну вот друзья мои видите я еще не вижу что получилось но выходя из леса видал такую красоту совершенно фантастическое можете посмотреть кировой свет боковой свет выход из леса камера может неровно у меня я хочу все-таки здесь попробовать снять еще разочек зрелище открылась как раз сверху здесь очень красиво пленка экспонирована мы убираем коробочка есть с надписями как проявляйте сколько складываем вот всех сегодня наш герой свою миссию наверно выполнил насколько хорошо не знаю смотрите видео снимайте зимой пейзажи пользуйтесь хорошими камерами снимайте на пленку но и всем пока